Бисмиллахиррахмалиррахим Притяжательное местоимение первого лица я Я уль мутакеллим Аль мутакеллим первое лицо Особенностью именно этого местоимения является то, что она затирает предыдущую огласовку Здесь стоит дамма, но она только подразумевается Мы не говорим бейтуи, мы говорим бейти Бейти, эмэмэль, мэсджиди, муптеда, соответственно хабар Подобие предложения, усложненное обстоятельством места Эмэм, эмэмэль, мэсджиди Бейти, джемилюн, фиги Подобие предложения не может быть подлежащим Сказуемое, усложненное предлогом родительного падежа Прыгнуло на первое место А если это происходит, то подлежащее в определенном артикле уже не нуждается Хадикатун сагиратун Подлежащее И плюс к тому это определяемое слово, определение к нему сагиратун Сад какой? Маленький Хэвихи гурфати Фи-хэ, опять же мы видим сказуемое, усложненное предлогом родительного падежа Нэфидатун, кабиратун Нэфида подлежащее Кабиратун, определение к нему Окно какое? Большое Вамирвахатун, джемилятун Вентилятор какой? Красивый Хэза сарири Ва хэза курсии Ва хэза мактаби Саати Ва калами Ва китаби Аалал мактаби Ва хакибати Таحتал мактаби Нэфидату Гурфати И первая часть изофетной связки Вторая часть изофетной связки И вот это вот притяжательное местоимение Мой Третья часть Третье звено изофетной связки Мафтухатун Хабар Который согласуется в роде С подлежащим Здесь женский род Значит мафтухатун тоже будет стоять в женском роде Хэвихи гурфату ахи Ва тилка Гурфату Ухти Гурфату Ахи Кабиратун Ва гурфату Ухти Сагиратун Гурфату Ахи Комната Брата Моего Амама Гурфати Ва гурфату Ухти Амамал Матбахи Ли Сказуемые Ахун Ва хейдун Брат Определяемое слово На месте Сказуемого Поэтому Здесь именительный падеж И определение к нему Ва хейдун Один У меня один брат И смогу Усэмэту Если бы мы прочитали Слит на это предложение Получилось бы Ли Ахун Ва хейду Нисмугу Усэмэту Почему Потому что При встрече двух сукунов Первый сукун Заменится на Касру Вали Ухтун Ва хейдату Нисмуха Су'аду Аби Ва умми Фи Фи Тилкал Гурфат Тил Кеби Рати Ана ухиббу Я люблю Нам впервые встречается глагол настоящего времени Столкнемся мы с ним только на 10 уроке 2 тома Ана ухиббу Аби Ва умми Вот на эти два слова падает действие глагола ухиббу Я люблю кого Аби Ва умми Оба слова будут в винительном падеже То есть с фатхой Но фатха подразумеваемая Почему? Потому что после слова Абун и Умун Пришла Я Уль мутакеллим Я люблю папу и маму своих А также люблю брата своего и свою сестру Получается в фокусе этого урока Вот это местоимение я Мой Тамарину Упражнение Прочитайте неоднократно И перепишите в тетрадку Действующий фактор Который ставит слово Эльбейт В родительный падеж Фи-и-и-и-хамидун Что мы видим То что Перед притяжательным местоимением Он Пришел предлог родительного падежа Фи-и-и-и Из этого мы делаем вывод Что притяжательное местоимение Гуа Ис-мун Потому что только перед именами Приходят предлоги родительного падежа А также мы видим Что Вот эта вот буква Я Долгая Гласная И Затирает Дамму Неизменяемую Вот этого притяжательного местоимения И касрирует ее Касрирует букву Ху И получается Здесь такого изменения не произошло, потому что после «га» идёт алиф. Поэтому мы читаем, как обычно. «Ма» – частица отрицания. «Нет в нём никого». Здесь в данном контексте «нет в нём никого». Ну а во втором упражнении необходимо прочитать следующее предложение. «Ухиббу аби ва умми», «Ухиббу ахи ва ухти», «Ухиббу замили», «Ухиббу устави», «Ухиббуллаха». Имя после глагола, на которое падает действие, является прямым дополнением. Плотно эту тему мы разберём опять же в начале второго тома, пока нам необходимо увидеть вот эту фатху, которая появляется на этом прямом дополнении. «Я люблю кого? Аллаха». Прям прямая аналогия с русским языком. «Ухиббуллаха». И, соответственно, вот в этих словах эта фатха тоже наличествует, но только подразумеваемая фатха. Здесь то же самое. Здесь тоже должна стоять фатха, как признак винительного падежа, но её нету. Почему? Потому что её затерла вот эта «я». «Ухиббуннабия». «Я люблю кого? Пророка». Салли Аллаху алейхи вассалям. «Ухиббуллюгата». Определяемое слово. И определение к нему, какой? Арабский. «Ухиббуллюгателль арабияте». Винительный падеж. Здесь винительный падеж. Женский род. Здесь тоже женский род. Единственное число. Единственное число. Таким образом, мы с вами разобрали одиннадцатый урок. А сейчас давайте повторим. «Алда». Субтитры создавал DimaTorzok То, что мы с вами разобрали на предыдущих уроках. А также на седьмом уроке мы с вами разобрали понятие «Аль-Ираб». Что такое «Аль-Ираб»? «Аль-Ираб» – это изменение окончания слов по причине действующих факторов. Явное изменение это бывает или скрытое. «Ва-Аксаму-Ху» – «Кисмун» – «Вид», «Аксамун» – «Виды». «Виды» – «Его», то есть вот этого «Аль-Ираба» – «Ар-Ба-Атун» – «Четыре». «Раф-Аун» – «Именительный падеж». «Ва-Нас-Бун» – «Винительный падеж», с которым мы сегодня столкнулись. «Ва-Хаф-Дун» или «Джар-Рун» – это родительный падеж, возникающий после предлогов родительного падежа или по визофетной связке. «Ва-Джез-Мун» – «И усеченное наклонение глагола». «Фалил-Ас-Ма-Имин-Залика» – «Ар-Раф-Ау» – «Ван-Нас-Бу» – «Валь-Хаф-Ду». «Имя» может прийти только в состояние именительного падежа, винительного и родительного падежа. «Ва-Ла-Джез-Ма-ФИ-Ха» – «В усеченном наклонении». «Ис-М» – «Имя» – «Быть не может никогда». «Ва-Ли-Л-Аф-А-Ли-Мин-Залика» – «А что касается глаголов, то глаголы могут стоять в именительном падеже, естественно, в кавычках, в винительном падеже, в кавычках». «Почему я говорю в кавычках?» – «Потому что в русской грамматике падежей у глагола не бывает». И, соответственно, вот эти вот термины будут на русский язык переводиться как «изъявительное и сослагательное наклонение глагола». «Но мы усложнять таким образом не будем». «Валь-Джез-Му» – «И усеченное наклонение глагола». «Вуаля-Хаф-Ба-ФИ-Ха» – «В глаголах родительного падежа касры никогда не бывает». Самый главный показатель именительного падежа – это «дамма», «у» или «ун», показатель винительного падежа – «а» или «ан», показатель родительного падежа – «и» или «ин». То есть «танвин касры» или «простая касра». Это самые главные признаки. В дальнейшем мы еще узнаем, что у них еще бывают и «замы», но там ничего сложного нет. И получается, вот эти падежные окончания, они могут выговариваться явно, «ля в ван», а также могут подразумеваться. То есть они там есть, но они только подразумеваются, не произносятся. Давайте рассмотрим сегодня вот этот момент. Подразумеваемое падежное окончание. Скрытое изменение. Оно бывает всего лишь трех видов. Мы сегодня познакомимся с двумя видами. Первый вариант скрытого изменения называется «аттааззор» – «невозможность изменения окончания». Все падежные окончания подразумеваются, или можно сказать, отпадают, если перед последней слабой буквой, коренной, имеется огласовка «фатха». Например, «а» или обычный «алиф» или «алиф максура». Например, «заликаль китабу ла раиба фи» Здесь, по идее, должна стоять «дамма». Но так как слово заканчивается на «алиф максуру» То получается, «дамма» там только подразумевается. Здесь же то же самое слово. Предлог «аля» должен поставить следующее за ним слово в родительный падеж. Но изменения не происходят. Почему? Потому что слово заканчивается на «алиф максуру». И, соответственно, «касра» здесь только подразумевается. Или, например, «вайвистеска муса». «Муса» – это фааль, подлежащее в глагольном предложении. Здесь должна стоять «дамма» как показатель именительного падежа. Но так как имя «муса» заканчивается на «алиф максуру», мы говорим «муса», а «дамму» подразумеваем. Или, например, «идрибб» – ударь биасака. Перед словом «аса» – посох, ударь посохом своим, пришел предлог би, предлог родительного падежа. Но «касры» мы здесь не видим, потому что слово заканчивается на «алиф». И уже знакомые нам примеры. Поддержное окончание подразумевается. «Касра» подразумевается, родительный падеж. Здесь тоже. Родительный падеж тоже подразумевается из-за того, что «алиф» не принимает никаких падежных окончаний. «Катал-альфатэ» – здесь должна стоять «дамма», потому что это подлежащее в глагольном предложении. Но этой «даммы» не видно, потому что слово заканчивается на «алиф максуру». «Катал-альфатэ» – на «эфу», на «гадюку» упало действие. Здесь должна стоять «фатха», но мы ее тоже не видим. Почему? Потому что «алиф максура» никаких падежных окончаний не принимает. «Беляаса» – палкой. Здесь должна стоять «касра», но мы не видим ее, потому что слово заканчивается на «алиф». И то, что было сегодня на повестке дня. Замещение падежного окончания «касрой» притяжательного местоимения первого лица. Вот это «я». Это называется «альмунасаба». Это третий вид. И падежное окончание слова исчезает, когда к нему присоединяется окончание слитного местоимения первого лица «я». Например, «куль-ли-иба-ди». Здесь можно подумать, что здесь стоит родная «касра». На самом деле, это «касра». Вот этой буквой «я» получается притяжательное местоимение «я». Затерла предыдущую огласовку и поставила там свою «касру». Или, например, «даа-джадди-устави-ма-зумаля-и». Здесь должна быть «дамма». Она только там подразумевается в этом случае. Здесь должна стоять «фатха». Здесь должна стоять «касра». Все эти окончания подразумеваются по причине вот этого местоимения «и». Она затирает все предыдущие окончания. Или, например, «ахада-садди-ки китаби мин-ха-ки-бати». «Взял друг мой». Здесь подразумеваемая «дамма». Здесь должна стоять «фатха». «Что взял?» «Книгу». Но она тоже затирается вот этим местоимением. «Мин-ха-ки-бати». «Касра» вот этого портфеля тоже затирлась. «Касрой» притяжательного местоимения «я».